и снова здравствуйте сегодня я покажу вам новиночку на моей кухне вот такой экмастер все вы помните что у меня был экмастер но он был на 1 на одиночный яичный ролл ну как бы одиночный яичный ролл классно да ну долго ждать на двоих не приготовишь а здесь сразу два ролла и на одного человека в принципе получается как двойная порция это намного удобней то есть на завтрак получается 2 яйца там какую-нибудь лепешечку вообще замечательно готовится в принципе быстро смысл тот же что у динарного разница вот только что тут два яйца получается то есть мне это удобней так как выгоднее делать по два ролла ну и дизайн конечно очень красивенький такой есть там разных тонов были красных по моему зелененьких и вот желтенький желтенький мне как-то вот он больше глянулся и я поэтому выбрал желтенький здесь кнопочки есть у нас вкл выкл на естественно то есть нарисовано все как включить как выключить очень удобная коробочка все так красиво упаковано инструкции такие небольшие какие-то рецептики комплектацию входит ну как и в одинарном входит ершик такие палочки ну палочки есть что эти покупать можно кое как бы мы их покупаем вот такие заглушечки вот такая штучка когда вы что-то плотное делаете то есть чтобы можно было утрамбовать вот так вот ток 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 ну эти такие заглушечки так вот для хранения вот это я все показала все это в коробочке здесь еще вот нижняя крышечка разбирательная уже сейчас разбирать не буду ладно потому что я уже включила чтобы она нагревалась кстати при первом включении вообще не было запаха никакого то есть вообще мощность у него написано 280 330 но готовит по большому счету быстро не знаю удобно я вот сегодня уже на завтрак готовила дважды можно варьировать то есть вот в одинарном я готовлю с лепешкой с такой тонким лавашом омлет с чем-то там за мелко резаной колбаской вот сегодня я семгой сделаю мне семга осталось от супчиком маленькие кусочки просто омлет или просто яйцо принципе много чего можно сделать пробовала там делать как как бисквитик такой выливать только камеру надо заполнять наполовину потому что потом она будет всего ну выползать котлетки там делать типа вот люля кебаба на палочке тоже фаршиком тоже желать наполовинку только заполнять потому что вот мясной сок он будет выплескиваться у вас если вдруг что-то вылазит вот бывает так что вот вылезла на поверхность как будто жиденько я палочкой шпажка вот так вот пошевелю чуть-чуть и вот это вот жидкая но туда может еще как бы слиться и запечься до конца а так по большому счету если рассчитывать на не крупное яйцо на одно то все нормально ничего лишнего никуда не лезет не выползает в общем-то очень даже удобно вот на завтрак на такой перекус вообще идеально ну минут наверное ну 6 нах на уходит на приготовление роллов наверное как-то сильно не засекала времену минут 6 на и на уходит вот сейчас мы сделаем то есть я сделала специально в разных мисочках чтобы конкретно знать что вот у меня по яйцо уходит сюда ну буквально и не знаю ну может грамм по 30 рыбы здесь может быть грамм по 30 рыбы буквально чуть-чуть перчиком буквально чуть-чуть сольки вот прям капельку немного перемешиваем просто без всяких молоков сливков и всего остального вот одно яйцо с рыбкой у нас будет вот так перемешали точно так же второе яйцо почему я сделала в отдельных мисочках ну чтобы уже точно знать у нас какое количество пошло на каждую луночку сбрызну маслица внутри как бы горячо то здесь вот не видно вот кнопочки они горят красненькие кнопочки горят если выключить то не горят ну тут даже показано что они должны находиться в положении как вдавленном так все это ну там вот горячо уже мы туда выливаем ну если измажите пластик ничего страшного это все боится прекрасно и легко нижние крышечки тоже для того чтобы все хорошо промыть и слить лишнюю воду вот заглушки нижние которые вам показывал все ждем ну точно минут 5-6 ждем они запекаются начинают даже как бы чуть-чуть такое ощущение как подниматься ну здесь конечно чуть-чуть мы запачкали но это все отмывается прекрасно очень интересно смотреть когда они вот так лезут такая трубочка вылазит сейчас это зафиксирует камера сейчас я возьму близко и близко покажу не видно да плохо видно там где-то в глубине видно он ведь и здесь где-то в глубине в общем ждем о полезла 1 видимо сильнее нагрелась ну что быстрее в нем готовится хотя видите яйца у нас было одинаковое количество одно яйцо там 1 он там полезно тоже видите вот я говорила что на поверхности как будто бы влажно вот сейчас мы это туда опять пропустим чтоб она готовилась дальше и здесь точно так же нет ну хорошо сейчас но вылезет и мы его если что поменяем страной падает не сопустила эту сосиску и сейчас это тоже вылезет и я ее точно также переверну и опущу вниз вот этой вот жиденькой попкой так скажем он там уже вылазит а эту я сейчас покажу как я сделаю она вылазит у нас горячо и сейчас на очень горячо сделаем вот так вот и вот так вот все это уже готово поэтому сейчас вот сюда то есть я ее переворачивала видите как она вылезла хоп вот сейчас это лезет уже вторая то есть я ее тоже переворачивала на вся готова она готовилась наверно 6-7 минут вот она вылазит сейчас вы увидите вот такой вот ролл получился возможно где-то в каких-то видео покажут что прям все так шикарно вылезла я показываю вам все что как есть вот мы не приготовилась на с одной стороны я ее развернула и она приготовилась другой стороны вот сейчас она там вылазит потихоньку если сам вот этот у вас ролл не выходит наружу значит ему нужно помочь то есть его можно перевернуть вот эту вот штучку эггмастер этот перевернуть можно и он у вас легко вылезет но ведь он сам птица феникс все вот так вот вот там осталось половиночка и она ползетука обломилась она ползет ползет мы ее видим она сейчас вот так ползет 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 еще прикольно я всегда когда делаю вот на этом как мастере на одинарном на двойной овощи это фантастика это как фокусы фокус-покус вот вам фокус-покус это интересно это весело готовим в принципе наек мастер рекомендую вам приготовить вот именно в таком плане то есть с рыбкой это очень вкусно гарнировала я вот таким салатиком кабачок по-корейски готовила в зиму очень вкусный салатик как-нибудь рецептик я его все шки размещу может даже сделаю потому что у меня еще кабачок лежит с лета его можно еще использовать а салат вообще идет на ура просто прекрасно всем приятного аппетита всем пока пока до новых встреч здоровья вам всего самого наилучшего берегите себя и своих близких всем пока пока и рулетики у нас замечательные получились вот такие замечательные рулетики у нас получит а